Друзья, мы с вами добрались наконец-то в Кабардино-Балкарию. Мы сейчас в Прибрусье. Мы расположились в Тирсколе. В замечательных коттеджах. Я вам покажу потом и расскажу уютненько, чистенько. И сейчас мы всей нашей дружной командой, нашим первым массовым заходом клуба А идем на Эльбрус пешочком по лесу. Тепло, отлично. Вон, дорожка, наверное, прям к канатке ведет. Ребята шли-шли и на половине дороги от Тирскола до Поляны Азавы нашли вот такой прудик. С форелью. С настоящей живой форелью. Вот она плавает. А идти нам надо будет вот туда. Фу, ребят. Ну вот, спустя, наверное, час с небольшим мы добрались до поляны Азау. Здесь мы сядем на подъемник, на канатную дорогу, и будем подниматься выше. Тяжело пешком, но мы зашли, мы это сделали. Так, ребята, решили поехать на старой, по старой канатной дороге на Маятниковой. А новая, та, которая новая, стоит 900 рублей, старая стоит 500. Но едут в одно место. Так, ну вот, собственно, вот на этом вот вагончике мы поедем сейчас наверх. Достаточно большой, вместимый. Я думаю, все поместимся. Людей набралось достаточно. Вот мы загрузились. Вот здесь, вон он, с той стороны. Загрузились и поехали. А они у кого салфетчики важны? Что, уже? Попр, уже встану не забравил. Все? Едем. Едем. Поехали. 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 Никогда не забывай, на обед. Алексей, как вы? Все отлично. Все отлично. Ребята, поверните, все сюда, я вас их сфотографирую. Я отбросил. Будет так удобно, там все. Да, вот так удобно. Поворачивайся. Друзья, мы поднялись на станцию Мир. Дух захватывает. Вы сейчас посмотрите, что это только твое. Сзади нас Эльбрус. Давай. Иди сюда. Отсюда начнем. Как всегда, блин, в облаках. Давай. Иди сюда. Сзади нас, позади нас, точнее, Эльбрус. Сейчас он скрыт немножко облаками, но я думаю, все равно он покажется. Мама. Да. Скажи пару ласковых. А ты говорил про канатки, про стоимость? Да. Мы доехали на маятниковой канатке старой. Стоимость ее 500 рублей взрослой туда и обратно. Мы доехали до станции Мир. Сделали, точнее, до станции Кругозор доехали. Кругозор. Потом сделали пересадку. Это супер. На станцию Мир доехали. Выше мы ехать пока не хотим. Но хотя есть еще и кресельная дорога там канатная. Но что-то холодновато сейчас. Не сезон. Летом возможно. Вот такие дела. И сейчас на этой станции Мир мы, наверное, отобедаем. Местных лепешечек, пирожков, чачи. Если... Ребята, вот это вот. То ради чего мы сюда и ехали. За моей спиной находится Эль Брус. Двухглавый стратовулкан потухший. На данный момент мы находимся на станции Мир. Выше мы не поедем, потому что с детьми прохладно довольно-таки. Ветер присутствует. Ну, вот такие вот картины открываются здесь с этого места, со станции Мир. Сейчас я вам немножко поснимаю, немножко расскажу. И покажу, что тут есть интересного. Интересного тут достаточно много, но пейзаж только чего стоит. Итак, поехали. Итак, как только вы уходите с канатной дороги, с вагончика канатной дороги, вы попадаете вот на такую площадку, где расположена новая канатная дорога, на которую мы не поехали, с современными вагончиками, пускай и небольшими, но довольно-таки приятными на вид. Так, ну, а вот это вот здание старой канатной дороги. Вот, кстати, вагончик новенький. Едет. Что касается станции Мир. Находится она на высоте 3500 метров над уровнем моря. Над уровнем моря. Здесь, помимо всего прочего, есть несколько кафешек. Вот такой вот вид открывается с окраины этой станции. Я не знаю, слышно меня или нет, но... Потому что ветер довольно сильный. Вот такие вот кафешки лежат, да? Мы там пересаживаемся внизу на другую канатку и едем еще дальше вниз. Вот и мы обратно поедем. Пейзажи два раза больше красивые, интересные. Погода и очень, как и всегда в горах, изменчивая. Когда мы выдвигались с поляна Азау, не было на небе ни одного облачка. Сейчас, в данный момент, вы видите, что небо затягивает облаками. Погода меняется. И, к сожалению, не в лучшую сторону. К сожалению, для нас, ну, для всех туристов, наверное. Есть еще от этой станции еще одна канатная кресельная дорога. Сейчас я вам ее покажу. На которой мы не поехали. А мы просто решили сесть и позавтракать или пообедать в этом кафе. Кафе Full House. Привет, Витя! Привет! А есть еще вот такая дорога канатная, которая поднимает на высоту до, по-моему, 3800 метров. Ну, то есть, это буквально 300 метров выше над тем местом, где мы находимся. Есть основная канатная дорога, которая, вот сейчас я вам показываю, которая в данный момент не работает от станции Мир до станции Горобаши. К сожалению, я не помню, какая там высота на станции Горобаши. Но, по-моему, то же самое, что и на кресельной канатной дороге. 3,800 или 3,900, вот кажется, как-то так. Если я ошибаюсь, ну, простите меня, я запамятовал. Так. Есть еще здесь памятник. Памятник называется Героем обороны при Эльбруссе. Сейчас я постараюсь, если получится, дойти до него поближе и посмотрим. Там, скорее всего, наверняка прописаны фамилии тех героев, которые защищали в годы Великой Отечественной войны нашу землю, нашу Родину. Да, кстати, поднявшись пока вспомнил, не кстати, может быть, но пока вспомнил. Поднявшись на станцию Мир, у многих из нашей компании началась так называемая горная болезнь. Почему-то произошла не очень хорошая адаптация, видимо, хотя мы полтора часа, полтора часа шли в гору, в подъем от того места, где мы проживаем, от Терскола до Поляна Азаву. Полтора часа шли, но, видимо, этого не помогло. И все-таки появились проблемы с адаптацией в такой высокой горной местности. Но наш покорный слуга этим не страдает, слава богу. И поэтому вы сейчас все это смотрите, потому что основная масса наших ребят сидит сейчас в кафе, пьет теплый чай. Ну, вот это вот мы добрались до памятника. Вот это вот, ребята, свинство, конечно. Оставлять тут бутылки какие-то пустые, ну, я считаю, что это просто. Надо настолько быть свиньей по жизни. Идем. Вот такой памятник героям обороны при Эльбрусе, фамилии, венки. спасибо им за этот подвиг, который они совершили. Мы их всегда будем помнить. Ну, меня уже позвали вниз в кафе, или потеряли, или позвали. В общем, я спускаюсь. Все холодно. Так, начал я уже записывать? Начал, да. Вот такой вот, ребята, Эльбрус вот так вот встретил нас этот старый стратовулкан. Да. И Никуся побывала на Эльбрусе. И Никуся побывала на Эльбрусе. Сейчас спустились мы с Эльбрусой на канатках. Детки устали. Никуся туда тоже запаковала маленько. Вот, пешком идти мы не захотели, но тут можно доехать на такси. Так что машинки, которые стоят, даже газеты подвозят вот нас отвезти. Вот в таком замечательном месте мы живем. Ручеечек тут бежит. Лисочек. Готовится наша гриль-пати. гриль-пати. Сейчас случилось. Расплата на компанию включается. Где? Ромаш. Таня, полный наоборот. Поэтому это плата. Расплата взял и ремонт. Да, это ремонт. Не спрашивал о том, что за леном замки или нет. В этом году тут сейчас котелка а то газа не было. вообще нет. Там табарь и табарь и табарь и табарь и табарь ну вообще ребята настроение у нас отличное. Погуляли отдохнули. прям выгляжу совсем как такой матерый скалолаз бард. Вот свитерочек местный прикупили. Сейчас пойдемте нарзаны вам попрошу. местный но кстати в коттеджах из крана течет минеральная вода. Тут есть местечко такое где можно водичку попить. Пойдемте посмотрим блин горы это вообще это что-то просто невероятное. Воздух какой что-то строится затишье. а вот собственно источник нарзаны смотрите очень много железа в воде видите какая водичка рыжая и тридцать такой же нет вот даже смотрите осадок железа не велись везде такой будет блин она птичная декорирована классная штука не жарится ну что расскажите о ваших впечатлениях о сегодняшней прогулке на Эльбрус шеф-повар молодец никусенька тебе не холодно тепло ножкам ты ее бы закрыл вместе с ботиночками да тепло но нет мороза ну что градусов 8-10 а у вас как дела вам понравилось гулять жуки ребята мы умотались в общем сейчас посмотрели по навигатору от наших коттеджных поселков до канатки мы прошли 5 километров в гору все вверх и вверх где-то шли полтора часа очень сильно устали но как всегда в наших сюжетах оно стоило того да мы ни о чем не жалеем немножко там наши коллеги которые с нами поехали подустали бурчали ворчали с непривычкой пешком потащили с другой стороны ребята в горах гуляйте и дышите воздухом по-другому тут нельзя поднялись мы на канатках канатки тут две новые старые новая канатка стоит 950 рублей есть скидки детям но нужно брать с собой документы так они на слово не верят что это дети а вот на старой канатке все довольно таки просто 500 рублей мы заплатили и дети там дети да Ника что ты хочешь добавить да 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 вот в такую кафешку зашли вот для альпинистов вот на станции мир да я даже цену могу сказать лагман 250 хачин картошка с сыром 100 рублей чайник чая где-то стакана на 3-4 выходит говорят что с местными травами с какими-то сушенными ну мы заказывали себя стоит 300 рублей ну вот так как-то то есть в принципе поднявшись на канатке вверх сразу хочется кушать потому что прохладно перемены высот ну вариантов особо нет поэтому мы зашли оставили наверное в районе тысячи нормально покушали на траве на четверых кстати местная женщина нам посоветовала если у вас начинает кружиться голова наверху болеть на самом деле такое ощущается с непривычки что нужно выпить немножко вина красного либо да это маркетинг уход наверное чтобы купили вино либо глинтвейна ну не знаю он вроде нормально когда покушают а это уже само внушение да конечно короче говоря эльбрус однозначно стоит того чтобы вы на него приехали чтобы вы побили свои ножки чтобы походили по этим камням по этим вулканическим валунам многомиллионным лет которым очень много впечатления от поездки будут как всегда необычайны панорама открывается просто поразительная с и с канатной дороги с вагончиков с этих и с самого эльбруса ну как бы как с самого со станции мир куда мы только поднялись дальше мы к сожалению не поднимались потому что прохладно на 300 метров можно было еще подняться но там была бы станция гора баши называется вагончики на нее не работали работала кресельная то есть открыто грубо говоря два сидения и поехал на открытое пространство да не стали спустились мы и решили что еще 5 километров будет тяжело и нам попались таксисты то есть обратите внимание там машины стоят газельки стоят там еще какие-то машины но мы доехали за 200 рублей поездку даже не за человека в общем вместо того чтобы идти порядка часа мы проехали за 10 минут отдали 200 рублей ценник божеский ничего такого в нем нет если сверх дорогого но зато мы уже на месте режим отдыхания это о Продолжение следует...